Как научить малыша говорить на нескольких языках и считать до ста? После трех уже поздно. О том, почему нельзя давать малышам в руки планшет и что такое раннее развитие, говорим сегодня с детским и семейным психологом-консультантом Катериной Деминой. Катерина, почему раннее развитие – это вредно? Не вредно, но не полезно. Потому что то, что сейчас продается под вывеской «раннее развитие», фактически это натаскивание детей на ненужные им навыки, которые потом исчезают, как только прекращается вот эта накачка. То есть вот эти все четыре языка или три иностранных языка в три года, они угасают как навык. Прежде всего, потому что это не входит в задачу возрастную ребенка. В год, в два и в три есть совершенно определенные возрастные задачи, которые ребенок должен решать с помощью родителей. И вот видит Бог, иностранные языки туда не входят. Так же, как и счет, так же, как знание планет. Вот это вот все, оно не входит в возрастные задачи маленьких детей. Мы говорим про детей ясельного и раннего дошкольного возраста. До трех лет. До трех лет, да. Вот то, что входит в понятие раннего развития, и вот то, что так активно рекламируется, что после трех уже поздно, на самом деле нет. Ну а что плохого в том, что малыш ходит в детский клуб рядом с домом, общается с другими малышами, учит математику, например. Что в этом плохого? Вот пока речь шла, малыш ходит рядом с домом, детский клуб с другими детьми, все было прям отлично. Учит математику? Нет. Возрастные задачи ребенка от года до двух – это овладеть собственным телом. То есть научиться там ползать, стоять, ходить, карабкаться, горшок. Да, то есть наладить связь со своим телом. Это раз. Второе – начать процесс сепарации от матери. Где-то около полутора лет ребенок начинает догадываться, что мама – это не его часть, да, а что это другой человек, который ему не очень-то подчиняется. И первый кризис сепарационный, когда вот истерики, когда ребенок кричит «я сам», потом вот это вот «иди сюда, теперь иди отсюда», вот это вот бесконечное «туда-сюда» – это очень важный момент, когда ребенок понимает, что они с мамой два разных человека. Дальше он налаживает отношения со внешним миром и со внешней средой. И дальше начинается выстраивание отношений с родителями как с парой. В три года как раз. Ведущая деятельность в это время – это игра и физическая деятельность. То есть вот это вот все, то, что мы делаем ручками, ножками, глазками, языком. Вот. Освоение языка, даже родного, идет фоново и на каком-то там пятом месте. То есть пока дозреют все высшие психические структуры. В это время закладывать в ребенка иностранный язык, только, да, подчеркиваю, иностранный, неродной. Ну, можно, конечно, если вам больше вот совсем нечем заняться. Но смысла в этом нету. Оно не закрепится нигде. Но раннее развитие – это не только изучение иностранного языка. А что еще? Ну, это много разного. Может быть, и счет, и какие-то, не знаю, другие знания разные. Ну, вот у нас на площадке детской 20 мам и плюс-минус 20 детей. И, в принципе, почти все ходят в детский клуб раннего развития. И все довольны. Я думаю, что все довольны по одной очень простой причине. Это такая законная, легитимная и очень красивая причина маме отдохнуть пару часов. Потому что пока ребенок там занят с какой-то няней, там, два притопа, три прихлопа, мама просто может выдохнуть. Но, как правило, это такие мамы, для которых просто сказать, что я устала от своего ребенка, что я уже падаю, что я уже больше не могу, невозможно. Потому что ребенок это воспринимается как проект, который надо потом демонстрировать. Вот видите, у меня ребенок вот это все умеет. Ваш уже ходит на горшок? А мой ходит. А ваш сколько слов говорит? А мой вот столько-то. И просто вот сказать, так, слушай, ребенок, на тебе планшет, иди, дай мне вообще дух перевести. Нельзя. А вот прийти в детский клуб, там, деточку посадить, а самой в это же самое время точно так же тупить в планшет, просто потому, что ты уже на пределе, можно. Это одобряемо, это поощряемо. Поэтому давайте так к этому и относиться. У нас нету такого количества детских групп, которое потребно. На самом деле, если бы у нас были просто нормальные детские группы с года, кому оно нужно было бы, это раннее развитие? Отдал ребенка в группу, и он там колбасится с удовольствием, там, целый день или полдня, или там, четыре часа. А так как их нету, приходится изобретать вот эти сложные способы, которые как-то надо оформлять. Это мы не просто так тут ребенка под надзором держим, а мы его развиваем. То есть вы хотите сказать, что, в принципе, никакое развитие ребенка, связанное с освоением каких-то предметов, оно невозможно и не нужно? Академических предметов, типа счет, в два года точно нет. Так как мы существа социальные, то у нас все обучение идет в контакте со значимым взрослым. Ну, взрослый, подставьте любое, да? То есть когда малыш тащится за пятилетним братиком, который строит пирамидки, он тоже в это время учится, потому что он находится в контакте со значимым близким, с несколькими близкими, и он просто повторяет революционно, это не убить. Ребенок просто повторяет все за взрослыми. Это очень смешно наблюдать. Вы сами это знаете, это очень все забавно. А вот специально ему показывать циферку, говорить, что это цифра 2, он это никуда не может применить. А ну ему зачем знать, что это цифра 2? Что он дальше с этим будет делать? Ну, есть куча разных развивающих методик, разных развивающих пособий, развивающих игр, не знаю, там полки. В детских магазинах завалены кучей так называемых развивашек. И что, это все совсем не имеет никакого смысла? Имеет настолько, насколько это способ для мамы контейнировать свою тревогу. Если мама не знает, чем заниматься с ребенком, а ей дают пособие, где написано, сядьте с ребенком и 40 минут показывайте ему карточки. У нее тревога прям вух и снизилась. И она уже может не просто отсиживать с ребенком это время, а она полезным занимается. То есть по факту все эти занятия, они для того, чтобы маме было проще структурировать и как-то членить свой день на какие-то смысловые отрезки. Потому что мы же как матери многодетные, мы все знаем, что ребенок это воплощенный хаос. И попытаться его там в какие-то рамки ввести, ну, можно, конечно, пробовать флаг вам в руки, но вообще это малореально. А тут у тебя появляется расписание, у тебя появляется в голове знание, что сейчас я еще час продержусь, ладно, на честном слове продержусь, а потом будет занятие, и я передохну. И в этом появится какая-то структура и, опять же, какое-то значение того, что я делаю. Потому что с ребенком это, конечно, день сурка. День за днем, день за днем, день за днем. Мозги у тебя в кашу. А тут вот тебе написано, сегодня мы проходим букву Би. Смотри, буква Би. Ему все равно, что повторять. У нас сейчас внучка пытается разговаривать, одновременно на двух языках. Это так смешно, ну, потому что она билингва, да? Но как мне сложно понять, на каком языке она сейчас мне говорит, при условии, что я второго языка не знаю, мне это очень сложно, да? Ее никто этому не учит. Это просто то, что она слышит в садике, на улице, дома. И главное, что это те знания, которые каждый день подкрепляются. Да, ребенок приходит, такой говорит, конфетку дай. Аню, Аню, поясть-то. Даешь Аню, он говорит, еще Аню, еще Аню. Вот тут вот можно сказать, тебе можно одну конфетку, а две нельзя. Да, и вот он уже получает представление о составе числа. И понимает, что два – это больше, чем один. Вот происходит обучение. Оно эмоционально подкреплено, оно смысловое наполнено. Эти занятия полезны, и действительно ребенок усваивает многое, и информацию запоминает, и мы это потом видим, когда они эмоционально окрашены в теплом контакте с кем-то любимым. Мама, папа, няня, старшие братья и сестры, воспитательница в саду. Там, где ребенок чувствует любовь и безопасность, там это все усваивается. Конечно же, потому что мы так устроены, что вот то, что окрашено эмоционально, усваивается. То, что ребенок потом забудет эти названия стран, сто процентов. То, что он не забудет числа, потому что они везде вокруг, и он их везде видит и слышит, и особенно если идет все время подкрепление. Точно так же точно. То есть если вам важно ходить на эти занятия, потому что вы там общаетесь с подругами, пьете вкусный чай, пока ребенок там тусит, потому что вы чувствуете, что вы делаете что-то очень важное и ценное для его будущего развития. Окей. Только не думайте, что это обязательно. Потому что на самом деле все то же самое делается в повседневной жизни ребенка. Не обязательно для этого куда-то ходить за много денег. Это я сейчас обращаюсь к тем мамам, которые думают, что вот, а у нас-то нету такого клуба, мой ребенок лишенец. Нет. Все то же самое происходит, когда вы просто варите обед, а ребенок крутится рядом, вы ему там даете там синюю кружечку, а потом оранжевую кружечку. Все то же самое происходит, когда вы ему говорите, возьми три конфетки или там три печеньки. То же самое происходит, когда вы говорите, видишь, поехал синий автобус. Где синий автобус? Вот синий автобус. Вот оно раннее развитие. В непрерывном общении, говорении с ребенком, да, где его нет. Там, где детей сажают и показывают что-то в надежде, что они запомнят. Потому что это информация, которая лишена эмоциональной подпитки. Им эти карточки ничего, да, там можно что угодно показывать. А билингва, вот он ходит, малыш, в клуб детский, английский, где с ними играют, им не просто показывают карточки, да, с ними играют, песенки поют. Разве это плохо? Если вот это в таком виде, где с ними играют и песенки поют, это хорошо, потому что главное слово «играют». Любая игра, как бы она ни была оформлена, это для ребенка полезно, нужно. Там происходит развитие всех его функций. Запомнит ли ребенок что-нибудь? Только если это будет постоянно поддерживаться. Вот на своем опыте, да, когда мои старшие дети были маленькие, мы жили в Англии, и они там ходили в школу, и жили в среде, и все такое. Как только мы уехали из Англии, да, все было забыто. Потому что язык – это такая штука, она живая, требует постоянной подпитки и поддержки. У нас есть огромный исторический опыт, где у детей были няни, гувернантки, там француженки, немки, англичанки. Вот там, где этот язык, 24 часа в сутки. Когда вы водите ребенка несколько раз в неделю на 20-минутные уроки, ну, в общем, рассчитывают, что он будет хорошо знать язык, ну, это неоправданный оптимизм. Но, тут запятая, да, чем это хорошо? У ребенка закладывается представление, что иностранный язык – это весело и интересно. Вот это хорошо. И потом, когда он пойдет в школу, и у него будет там грамматика и все такое, если только ему не отобьют это все, оно всплывет. Какие-то знакомые словечки, какие-то конструкции, да. Что здесь можно делать дома? Можно говорить дома на языке. Просто знаю сейчас массу семей, которые просто дома. Я не знаю, зачем они это делают. Но им это прикольно. Они так развлекаются. Настоящие истинные билингвы, да, это когда там мама говорит на одном языке, папа на другом. У меня, например, есть несколько семей, где мама, допустим, русская, папа, ну, предположим, немец. Мама немецкого не знает. Они между собой говорят на английском. В результате ребенок знает три языка и может даже в пределах одной фразы собрать три языка вместе. В голове абсолютная каша. Потом ему очень сложно в школе учиться. Вот билингва настоящая. А вот эти вот занятия языком с малышами, это скорее тоже способ проводить время и получать удовольствие. Опять, ничего плохого нет. Просто относитесь к этому как к развлекухе. Это развлекуха. Точка. Все. Хорошо. Что нужно делать, чтобы развивать правильно малыша? У малыша должно быть много физической активности. Прямо много. То есть он должен все время быть в свободном движении. У него должна быть возможность лазить, карабкаться, кувыркаться, падать. У него должно быть много стимулов телесных. То есть возиться в грязи, обрывать листочки, все время что-то трогать, что очень плохо и чего. Вот всем говорю родителям, и это прям у меня такое больное место. Телевизор в доме должен быть выключен. Совсем. Всегда. Потому что вот этот фоновый шум, вы-то его не слышите, он фоном идет. Ребенок слышит. Дело не в том, что он что-то запомнит, а дело в том, что туда отвлекается внимание и отвлекается то, что должно быть пущено как раз на развитие. Что еще хорошо для ребенка? Для ребенка полезно общаться с разными людьми. Поэтому, когда мама говорит, вот не пущу его туда-сюда, он там научится плохому, он просто научится. А плохое хорошее, потом разберемся. То есть если только там не орут, не убивают, там ножи не летают, все остальное годится. Вот девочка съездила к бабушке, а там у них сосед, и она теперь говорит плохие слова. Но это всего лишь слова. То есть ничего страшного. Что еще полезно для ребенка? Впечатление, но очень дозировано. Дозировано, потому что мозг должен успевать их переработать и усвоить. Поэтому не надо водить ребенка все время куда-то. Это должно быть коротко, сообразно возрасту, и дальше длительный период переработки, когда он это в игре проигрывает. Вы увидите это, когда вы, например, ведете ребенка в театр, в детский театр, где спектакль полчаса и прямо на полу. А потом он у вас две недели в это играет. Вот там происходит как раз усвоение и интеграция. А когда вы ведете, как я иногда вижу, двухлетку на полнометражный мультик, приходит дичайшая перегрузка. Потом вы имеете кошмары и всякое возвращение писания, хотя ребенок уже год как ходил на горшок. Просто перегрузка. Очень серьезная перегрузка. Катерина, если так много клубов раннего развития, они буквально в каждом дворе, то, наверное, это все-таки кому-нибудь нужно. И есть какой-то смысл в этой фразе после трех уже поздно? Вот в этой фразе как раз смысла нет, потому что это такой рекламный слоган, очень манипулятивный и очень подогревающий, эксплуатирующий тревогу родителей, которые боятся чего-то ребенку не додать, и что ребенок не будет успешным на конкурентном фоне других детей, которым все дали. То есть это просто эксплуатация родительской тревоги. Если вы вспомните, то эти клубы появились в 90-е годы. Ну, я помню. Когда как раз вышла эта книжка, после трех уже поздно, тоже очень манипулятивная. Но когда появились, во-первых, декретные отпуска, сначала год, потом три, мамы получили возможность сидеть с детьми. А как сидеть с детьми, еще никто не знал. Потому что до этого никогда не было вообще во всей истории человечества не было такого периода, когда мама сидит с одним ребенком одна в городской квартире. У нас не было никаких ни схем наработанных, ни моделей поведения. Мамы просто сходили с ума. И эти клубы появились как способ общаться, вообще исходно общаться. А потом уже туда подтянули такую вкусную маркетинговую идею, что давайте вообще это все будет очень полезно. На самом деле это просто способ мамам быть в общении друг с другом, обмениваться как-то вообще друг с другом. Особенно в условиях нашего чудесного климата. Когда мы не можем на площадке стоять в ноябре два раза в день по три часа. Есть энтузиасты, но не все. А вот сидеть в тепле и делать то же самое, наблюдать, как твой ребенок что-то там делает, а ты при этом общаешься с себе подобными, это очень полезно для мам. А все, что полезно для матери, полезно для ребенка. Поэтому идея была такая. А потом это стало приносить прибыль. Просто очень большой, потому что спрос огромный. Да, мегаполисы. Нам нужны группы в каждом подъезде. Вот нам нужны реально просто детсадовские, ясельные группы в каждом подъезде. Маленькие, крошечные. Семь человек, две воспитательницы. И два раза в неделю приходит какая-нибудь девочка, которая с ними занимается музыкой. Все, больше вообще ничего не надо. Я хочу, чтобы мой малыш активно развивался. Если не водить его в клуб, тогда что делать? Гулять, если вы можете себе этого позволить. Поменьше давать все-таки планшет в руке. Потому что планшет все-таки тормозит сильно. Потому что он тормозит физическую активность. Встречаться с другими мамами. Время от времени куда-то ходить, чтобы у вас тоже картинка перед глазами менялась. Читать, даже если вам кажется, что он не понимает, что вы читаете. Разглядывать картинки. Строить башни. Давать ему больше стимульного материала в том же ключе. То есть чего-то трогать. Ничего сложного в этом нет. Еще раз. Основная задача, чтобы вам было как-то интересно с ним. Поэтому занимайте его тем, что интересно вам. Вот что вы любите делать? Вот это и делайте. Чем вы заняты? Туда же и ребенка. Понятно, что если вы заняты тем, что вы в соцсетях, туда ребенка трудно затащить. Можно, но трудно. Поэтому если вы чувствуете, что вы совсем устали и стыщены, позовите какую-нибудь соседскую девочку. Не надо няню за много тысяч. Соседские дети старше 12 лет – отличная альтернатива клубам. Прям прекрасная. Во-первых, они почти ничего не стоят. Во-вторых, они не устают. Никуда не надо идти. Посадил ребенка на ковер, дал ему 13-летнего подростка, и все, они счастливы оба. Собаки опять помогают в сильном развитии у кошки. Это же все. Смотрите, все клубы – это имитация обычной среды развивающей, домашней, живой. Поэтому если у вас есть эта среда, то вам, в общем, никто не нужен. Подводя итог, я правильно понимаю, что после трех ничего не поздно? Точно нет. Позвать соседских детей – это просто лайфхак. Спасибо вам огромное. Друзья, напишите в комментариях, ходят ли ваши дети в клубы раннего развития, и вообще вы за или против? Субтитры создавал DimaTorzok